Всем привет! Я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины. Сегодня мы читаем мою статью 2018 года. Пошлая Молли, Лизиум Йорш, порнофильмы. Четырех имен, вероятно, достаточно, чтобы говорить о заметном Димарше. Четыре, возможно, в эти дни их станет больше, рок-группы отказались выступать на рок-фестивале Нашествие из-за того, что партнером фестиваля в очередной раз выступает Министерство обороны. Музыканты не хотят, чтобы их творчество ассоциировалось с милитаризмом. Организаторы фестиваля, в свою очередь, говорят, что все нормально. Кто не хочет выступать, тот выступать и не будет. Зато вместо выбывших групп на сцену выйдут новые музыканты, в частности, группа План Ломоносова, лидера которой танки на рок-фестивале не смущают, потому что играть напротив танка, панк-рок и высказывать свою позицию в дуло и в лицо этому самому милитаризму, по мне, так намного экстремальнее и веселее, нежели сидеть дома и злиться на весь мир, сообщает солист группы План Ломоносова. Кроме мало кому известного Плана Ломоносова, в программе фестиваля заявлены Ленинград, Сплин, Алиса, Ария и еще несколько десятков вполне легендарных имен, вплоть до битку артета «Секрет». На их фоне четыре не самые очевидные группы. Многие ли собирались на нашествие, чтобы послушать порнофильмы? И в самом деле кажется невеликой потерей, да и сам спор о советском Водстоке, который, вопреки оригиналу, занимается войной, а не любовью, кажется, по крайней мере, запоздалым. Русские витязи летали над нашествием еще в конце нулевых, а самое плотное сотрудничество с Министерством обороны началось практически сразу после прихода туда Сергея Шойгу с его недюжинным пиаровским чутьем. Нашествие 2018 будет уже шестым, на котором можно будет поесть военную кашу из полевой кухни, записаться на армейскую службу в специальном призывном пункте и залезть на пресловутый танк. Андрей Макаревич еще три года назад, это в 15-м, значит, году, именно из-за военной составляющей отказался выступать на нашествие. То есть нынешняя бойкотирующая четверка даже формально не произносит нового слова, а скромно следует за Макаревичем, и это тоже снижает масштаб скандала. Но такая логика работает только если относиться к конфликтам на нашествии как к конфликту на нашествии, то есть как к локальному корпоративному спору, не выходящему за пределы фестивального поля. И очевидно, что это не так, потому что, ну да, за спинами четырех ушедших групп стоит и уже названный Макаревич, и вообще вся пацифическая традиция отечественной и западной рок-культуры, уходящая корнями в том числе во вьетнамские и афганские времена. А этой традиции противостоит новый донбасских и сирийских времен российский милитаризм, за пять лет уже переставший быть шокирующей новинкой и растворенный буквально во всем российском воздухе. Грубо говоря, на стороне танков нашествия не только ракеты из путинского послания, но и дети в гимнастерках на майских праздниках, и футболист Дзюба, отдающий честь тренеру Черчесову, и вообще вся реальность России десятых, частью которой, вероятно, просто не может не быть, и самый знаменитый, в этом году он проходит в 20-й раз, отечественный рок-фестиваль. Слово из советского пропагандистского словаря «военщина» в свое время так и не вышло за пределы официальной риторики, и до наших времен дожило, вероятно, только благодаря песне Галича про израильскую военщину. Понятно, что всерьез это слово произносить не получается. Но оно заслуживает того, чтобы вернуться в язык. Российская военщина времен министра Шойгу явление принципиально новое. Это не только и не столько, собственно, армия, сколько ее отражение в остальных сферах, где ничего военного раньше не было. Патриотические шуточки из одноклассников про медаль за город Вашингтон и кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу, парк «Патриот», юная армия, телеканал «Звезда», танковый биатлон, магазин «Одежда армии России», культ массовое мероприятие «Гонка героев». Все, что можно отнести к милитаризации мирных когда-то пространств, вот это российская военщина. Сирия и Донбасс при этом остаются где-то за пределами явления. О новом Афганистане или о новой Чечне можно было говорить 3-4 года назад, и кто о них говорил, тот теперь растерян. Ни цинковые гробы, ни страх военкомата так и не стали приметой времени. О похоронах военных вяло пишет новая газета, и страну это не потрясает. Ощущения массовых потерь нет. Какие-то имена подхватываются пропагандой. Александр Прохоренко, Роман Филиппов. Но чаще потери остаются вообще за пределами общественного внимания, потому что и численность их, слава богу, совсем не та, что в прошлых войнах. И хитрая система, в которой вместо армии воюют либо непонятные чувака, либо вообще их там нет, отделяет войну от жизни, проводя ее по категории спецопераций, когда подразумевается, что погибший сам знал, на что шел, и что погибать на войне просто относительно опасная работа, не более того. Такая, вероятно, циничная система отношений между войной и обществом, тем более выстроенная вообще без участия общества, освобождает военщину от всех привычных печальных составляющих и делает ее заведомо не страшной. Чего бояться, если вся грязь вынесена на аутсорсинг, а массовому зрителю оставлена только завораживающая сила танка или ракеты? Когда войны нет как общественного фактора, когда армии нет как самостоятельного общественного института, вся военщина, какой бы свирепой на вид она ни была, производит впечатление просто одного из прежде всего медийных, а не реальных проявлений государства. Ну да, оно любит танки и ракеты. Его привычки в этом смысле вообще наивны и старомодны. Когда вся власть находится в руках людей 50-х годов рождения, логично, что государственная эстетика застрянет где-то на уровне 70-х. И если говорить о русском роке, созданном, что важно, людьми того же поколения, то и тут отечественная практика окажется сильнее в устоковской традиции. Люди, которых эстеты когда-то придумали называть говнарями, конечно, всегда будут иметь больше общего с отечественными военными пенсионерами, чем с западными пацифистами. Да и вообще было бы странно, если бы люди, воспитанные советскими и постсоветскими институциями от Ленинградского или Свердловского рок-клуба до «Голосу или проиграешь» и нашего радио занимали сколько-нибудь нонконформистскую позицию по отношению к российскому государству, их этому просто не учили, зато учили соответствовать формату. Формату радио, формату фестивалей, формату жизни вообще. Сегодня формат милитаристский, завтра будет какой-то другой. Ленинград и Ария все равно будут играть на нашествии, а пошлая Молли не будет, но ее ухода никто не заметит. Это моя статья 2018 года, звучит, по-моему, даже более актуально, чем тогда. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом. Статья из издания «Репаблик», наверное, это имеет значение. Пишите в комментариях, что вы думаете, а если не думаете ничего, то просто ставьте прямой, простой, честный лайк. Я, как известно, люблю лайки. Свои новые статьи, свежие статьи, трижды в неделю я публикую в телеграм-канале Кашин Плюс. Он закрытый и платный, но там все недорого, 5 евро в месяц и очень удобно. Ссылка на подписку прямо здесь, внизу, в описании этого ролика, который вы сейчас смотрите. Также стоит иметь в виду, что почти каждый день на этом же YouTube-канале, на YouTube-канале Олег Кашин, я провожу свои сольные классические авторские стримы, которые советую смотреть, хотя бы потому, что там я отвечаю на все вопросы всех зрителей, бывает остро, бывает интересно. Чтобы не пропустить новые видео, нажимайте на бубенчик и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Поверьте, он заслуживает подписки. Читайте меня, смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной и возвращайтесь ко мне. Всем спасибо, всем пока, я Олег Кашин, до завтра.